Добрый день! Сегодня мы рассмотрим интересную нестандартную головоломку от компании Sengso. Называется FOSS Magic Tower, если я правильно произношу, или Magic Tower 4х4, и так будет проще. Сразу открываем, коробочка стандартная, хотя можно посмотреть код товара SY014. Все так же, как и на предыдущих Magic Tower, хотя до этого была версия еще и 5х5. Здесь нас встречает инструкция, новая фишка компании Sengso, сама головоломка, ну и там был еще такой полиэтилен, в который головоломка была завернута. Коробочку откладываем, заглянем в инструкцию, я собирал без нее, но здесь тоже процесс сборки весь подробно изложен. Хотя, как по мне, не самый удачный вариант, но собрать, наверное, можно. По-английски, по-китайски. Версия 4х4 будет интересна тем, что она четная, а значит должны быть паритеты. И паритеты тут есть, их два вида. Напомню, что Magic Tower 3х3 это аналог пирамидки, но у этой головоломки отсутствует вращение тривиальных уголков, и появились центры, которых нет на классической пирамидке. То есть все собирается, как на обычной пирамидке, но в конце нужно расставить центры по местам, комбинации из трех пиф-пафов. Мы уже рассматривали версию 5х5, она вышла раньше, версия нечетная, поэтому паритетов там не было. Следом, компания Sengso выпустила версии 4х4 и 6х6, и сегодня мы поближе познакомимся с версией 4х4. 6х6 тоже интересно, про нее будет отдельное видео. В чем же здесь суть? Смысл в том, что центр обычного Magic Tower разделен на три элемента, а каждое ребро на два элемента. Уголки остались прежние. Как мы помним, у обычного Magic Tower винтик находится под центром. Здесь же винтик находится, видимо, вот под этими белыми элементами, которые позволили создать четный механизм. Я не добирался до винтиков, мне это не требовалось, но кажется, что на просвет они выглядывают. Если кто-то разбирал более подробно, напишите в комментариях. Аналогичный механизм у 6х6 тоже. Из-за чего же возникают паритеты? Ну, из-за того, что центры не фиксированы, и мы можем на любом месте собирать любой центр. И здесь два вида паритетов. Паритет центров. То есть в обычном Magic Tower мы можем получить только ситуацию, когда либо все центры стоят на местах, либо все четыре не на своих местах. И чтобы расставить их по цветам, нужно сделать три пиф-пафа из определенного положения. На версии 4х4 и 6х6 доступно такое положение, когда один центр стоит на месте, а три других нет. Изначально, когда я собирал, я встретился с этой ситуацией, пробовал ее всячески решить, применял алгоритмы из Мастер Пираминкса, но ничего не помогло. Я понял, что нужно просто заранее выставлять центры в нужные позиции, и тогда будет все хорошо. Ну и в конце может встретиться паритет, где нужно переставить два ребра. Напомню, что у обычной пирамидки, так же как и у Magic Tower, возможны пять различных ситуаций в конце. Самая простая из них, для определения, это флип двух ребер. Одно ребро стоит правильно, и два развернуты на месте. То есть, по сути, все три ребра стоят на месте. И какая-нибудь вот такая ситуация, все три ребра на месте не стоят. Также мы можем сделать вот такую ситуацию, и здесь тоже три ребра на месте не стоят. То есть, либо все три на месте, либо все три не на месте. А на четной версии может быть такая ситуация, что одно на месте, а два нужно поменять местами. Причем, при этом их можно еще и развернуть, но это уже стандартная ситуация, которую мы решать ранее умели. Ну, давайте вращать. Вращение, конечно, более тугое по сравнению с версиями 3х3 и 5х5. Чувствуется некое благородство головоломки. У меня ничего не рассыпалось. Вращать более-менее комфортно. Так что, все тут хорошо. Чуть-чуть подкрепляет. Я ни разу еще пока не смазывал. Заводская смазка какая-то там присутствует. И перемешивается головоломка вроде быстро. Вот такой вот скрамбл. Давайте соберем, да посмотрим все моменты, о которых я говорил. Как я обещал, не помню уже где, собрав всю серию Magic Tower, я начну делать обучающее видео по этой линейке. И начну с 3х3, хотя это и, ну, как бы такая же гололомка, как дома куб. Ну, еще несколько с аналогичным механизмом. Но придется продублировать. Возможно, это обучающее видео уже вышло. На момент публикации Magic Tower 4х4. Продублировать придется, так как я буду ссылаться на обучающее видео по Magic Tower во всех остальных головоломках этой серии. Так что, если там будет какая-то другая по внешнему виду головоломка, будет не очень хорошо. Ну, давайте начнем собирать. Для начала соберем интуитивно желтый центр из трех частей. Можно собирать любой, но мне показалось удобным запоминать, что желтый, а дальше синий, красный, зеленый. То есть, если мы возьмем обычный 3х3, и белый, если к себе, то будет синий, красный, зеленый. А здесь у нас вместо белого желтый и та же самая цепочка. Синий, красный, зеленый. Ну, оранжевого нет, так что, если мы начинаем с зеленого, то потом должен быть синий, потом красный. Вроде бы просто. Желтый центр мы собрали. Далее собираем и любой, тот, который проще. Я стараюсь располагать центр, собранный на грани, которая у меня к ладони. То есть, я уже принял какую-то систему вращений, еще с 5х5, вот такую. То есть, в ладони находится грань, а дальше что-то мы вращаем. Две грани, одну грань. Но держим не уголком в ладони, а именно гранью. И именно на эту грань мы располагаем собранный центр, вот, в ладони. И вот так вот вращаем. Далее свободно собираем следующий центр. Да, вот. Хочется вот так вот повернуть, но тогда мы желтый сломаем. Поэтому просто развернем этот так, этот так. И вот этим уголком поставим красный сюда. Вот у нас желтый есть и есть красный. Можно, конечно, собрать все остальные, но прежде я проверю, правильно ли центры эти стоят. Для этого нужно развернуть уголки все в нужную позицию. И здесь может быть два варианта. Вернее, два способа это сделать. В лоб, то есть, тупо развернуть уголки все на места и посмотреть, что получилось. Вот получилось три желтых, три красных, три зеленых. Только на уголке смотрим. Далее ставим желтый на свое место посреди желтых уголков, обычным пиф-пафом одним. И проверяем, чтобы у нас второй собранный центр стоял на своем месте. То есть, здесь должны быть красные уголки. Если это не так, то центр нужно переставить. А после уже продолжать сборку оставшихся. И переставлять нужно аккуратно. Из того же положения, желтый центр у нас в ладонь, мы должны вот этот центр переставить вот сюда к красным углам. Мы берем вот этим уголком, переставляем один элемент центра. То есть, сюда подвели, повернули, отменили первое действие. Уголок ставим туда, куда ставили. И просто подводим два оставшихся элемента. Если делать это именно таким образом, то все будет в порядке. По крайней мере, у меня всегда так получалось. Остальные центры автоматически собрались. Но так бывает не всегда. Их тоже можно пособирать. Сейчас покажу как. На этом этапе можно проверить, правильно ли все получилось. Также восстанавливаем уголки. И ставим центры по своим местам. Ставим. И видим, что все центры на нужных гранях. На ребра пока внимания не обращаем. То есть, паритет центров, когда требуется тройная перестановка, уже предотвращен. Но я говорил про два способа. Давайте их еще раз размешаем и повторим сборку. Потому что, возможно, кому-то этот момент покажется интересным или полезным. Вот опять перемешали. Собираем сначала желтый. Любым способом, интуитивно. Собрали желтый. Далее. Но синий готов. Давайте, как будто я его не заметил. Соберем какой-нибудь зеленый. Вот этот. Желтый и зеленый. И теперь нужно проверить, стоят ли центры на своих местах. Прямо сейчас нужно. То есть, пока еще вот эти два не собраны. Так как, возможно, придется их пересобирать. Для этого мы располагаем сначала желтые уголки. Можно и зеленые, конечно, но я привык желтых. На одну грань. И здесь можно заметить, что вот три желтых уголка должны вот на эту грань они развернуться. Центр пока на месте не стоит. И он совмещен вот с этим уголком. Я просто могу вот этот уголок повернуть в последнюю очередь. Поворачиваю этот и этот. А потом вот этот уже вместе с центром. И мне уже не требуется делать пиф-паф, чтобы поставить желтый центр на свое место. Есть такая уголка Duo Pyraminx. И там такой же момент присутствует. Дети могут эту пирамидку интуитивно собирать. И как раз вот таким способом. То есть, пока мы собираем желтую грань, можем посмотреть, где же желтый центр. Да, и также вместо пиф-пафа можно просто приподнять место, ставить сюда желтый центр и опустить. Ну, как-то так. Ну, в этом и был второй способ. Дальше. Доворачиваем. Ну, тут у нас было не собрано. Проверяем. Собранный центр стоит на месте. Все хорошо. Паритета не будет. Главное теперь в нужном порядке собрать оставшиеся центры. Напомню. Желтый, синий, красный, зеленый. Ну, раз тут зеленый, значит здесь должен быть красный, а здесь должен быть синий. То есть, после зеленого синий. Если мы здесь синий не соберем, то, возможно, мы обнаружим еще какие-то случаи перестановки. Я, кстати, не пробовал. Возможно, будет перестановка и двух центров требоваться. Я почему-то сразу понял, что нужен правильный порядок центров. Но, помимо правильного порядка, нужно еще эти центры совместить с уголками. И тогда будет успех. Собираем на этой грани синий. Делаем это простыми движениями. За уголками можно уже не следить. То есть, вот здесь один синий есть, и здесь должна быть вся синяя грань. Мы сюда подводим таким движением синие элементы. Так, поворачиваем, чтобы один сохранился. И возвращаем. Был один синий, стало два. Поворачиваем вот так, чтобы у нас уходила полоска. Ну, как на 4х4 на обычном. Этот синий сюда вставляем, выбивая полоску. Отводим в сторону и возвращаем. Ну, и проверяем. Желтый, синий, красный, зеленый. Все цвета в порядке. Дальше мы собираем ребра. Ну, как на 5х5, только проще. Вижу, вот желто-синий и желто-синий. Ставлю их так, чтобы они в одно движение совмещались. Вот один, а вот другой. Совмещаем. Легкими движениями заменяем на какой-нибудь. Несобранный элемент. И возвращаем. И вот у нас желто-синий ребро готово. Едем дальше. Вот зелено-желтые. Располагаем таким образом. Проверяем, чтобы справа было несобранное. Вот, к примеру, есть. Объединяем. Зелено-желтые. Отводим. Заменяем на несобранное. Возвращаем. Так рекомендуется собирать в обычном 4х4. Если не использовать флип. Но на обычном кубике 4х4 проще использовать флип. Это быстрее и развивает владение данным алгоритмом. А здесь же флип использовать тоже можно. И сейчас мы до этого дойдем. А вот, похоже, и пришли. Всего 6 ребер надо собрать. Из них 1, 2, 3 готовы. 4 готовы. Вот осталось 2. И здесь как раз тот самый флип нам и пригодится. Вот у нас элементы. Ну, стоят они. Если мы вот так соединим, то заменять будет уже не на что. Поэтому мы развернем. Так, чтобы они стояли одинаково. Синий-зеленый, синий-зеленый. Зелено-красный, зелено-красный. Ну и здесь уже можем делать флип. Движение R. Движение будет U. Вот у нас одно ребро несобранное. Вот другое. И получается мы делаем движение такое вот L в штрих, скажем. Но здесь просто L сделать нельзя. Ну, для определенности назовем L в штрих. Дальше я вот это ребро отвожу движением U штрих сюда, как и в 5 на 5. Делаю флип. R, U, R штрих, F. R штрих, F штрих. Ну, движение R делать не обязательно. И у нас уже можно отменить движение L в. И вот все ребра собраны. Дальше мы собираем, как обычный Magic Tower. Ну, с любой стороны. Давайте с красной, чтобы было интересней. Так. На центр внимания не обращаем вообще. просто собираем элементы. Так. Доворачиваем и смотрим. Ну, здесь вроде бы все хорошо. Нет у нас классической ситуации. Из пирамидки. Здесь два цвета не совпадают. Обычные. Решаем, как в пирамидке. И все собрано. Но может быть такое, что и здесь возникнет паритет. Сейчас я его смоделирую. Мы видим, что нам необходимо снова собрать, как 3 на 3. Поэтому собираем. По тому же принципу. Попробуем что-то сохранить. Собрали первый слой. Дальше. Доворачиваем. И смотрим. Вот это желто-синее ребро, не обращая внимания на центры, мы сравниваем с уголком. Оно стоит на месте и совсем совпадает. Вот это зелено-синее стоит у зелено-желтого угла. Стоит не на месте. И тут тоже не на месте. Требуется перестановка двух ребер. В обычной пирамидке, в обычном Magic Tower такой необходимости нет. Это паритет. Нужно поменять местами два ребра. Почему так получилось? Ну просто мы неудачно собрали ребра. То есть их можно пересобрать и паритет пропадет. Что для этого нужно сделать? Мы можем по половинке эти ребра местами поменять. То есть сначала я вот этот элемент поставлю сюда, а потом вот этот элемент поставлю вот сюда. Для этого нам потребуются обычные флипы и уже знакомые комбинации. То есть беру вот в такое положение. Вот эти два ребра будем менять. Взяли вот так. Делаем LV' ну стандартную комбинацию, которая была в конце. U' R U R' U R' F' Возвращаем LV. Что у нас произошло? Отсюда зелено-желтый переместился вот сюда. Теперь надо и его вторую половинку сюда же отправить. Мы ставим вот этот на место его друга. Вот так. Ну как бы выбили. Делаем флип. И отменяем первое движение. Вот так. В итоге у нас теперь здесь зелено-желтые ребра, а здесь зелено-синие. Они поменялись местами. То есть мы сделали перестановку двух ребер. Ну и естественно что-то разрушилось. Я пока не нашел способа решить этот паритет, не разрушая этап 3х3. Возможно его и не существует. Я позже посмотрел в инструкции, думал вдруг там люди умнее чем я придумали что-то хорошее. Но у них конечно не такое, но похожее решение. И оно тоже разрушает этап 3х3. Так что я продолжу использовать свое. Мне оно более удобно. Вы выбирайте то, что вам нравится. Теперь мы пересобираем этап 3х3. В очередной раз. Ну и смотрим, паритета быть уже не должно. Главное не забывать доворачивать верхний уголок, так же как нижние уголки. Ребро на месте, а эти два нужно развернуть. Делаем комбинацию из пирамидки. Ну и в конце требуется перестановка 4х центров, как и должно быть. Если на этом этапе вам потребовалась перестановка 2х либо 3х центров, значит вы не предотвратили паритет центров. Если 2, то видимо нужно собрать центры в другом порядке. А если 3, то нужно собирать центры на своих местах. Собираем один желтый, другой какой-нибудь зеленый. И потом расставляем желтый на желтую грань, зеленый на зеленую. Возможно зеленый придется пересобрать на свое место. А позже уже собираются остальные в нужном порядке. Если же нужно переставить только 4 элемента, делаем 3 пиф-пафа, с такого положения. И все собралось. Я в ближайшие дни попробую пособирать на скорость эту головоломку. Постараюсь там за 2-3 минуты собрать. Я думаю должно получиться. Если у меня получилось, значит этот ролик вы уже видели. А потому что по идее он выйдет раньше, чем этот анбоксинг. А так, весьма рекомендую нехитрую головоломку, которая собирается быстро, но включает в себя интересные особенности. паритеты, которых не было на нечетных моделях. Вращение достойное, неплохое. Если вот покрутить версию 5 на 5, она какая-то такая пустоватая. Вращается слишком быстро. Локапик так. Ну, нормально. Это же как-то более достойно. Вальяжно вращается. Помедленнее, конечно. Но со временем разрабатывается. Я еще посмазываю на это чем-нибудь. И будет еще лучше. Ну, сборок. 20-30 еще на скорость сделаю. Вдруг что удастся. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.